Так, делаю ещё один глоток чая и... Ё-моё, клюёт! Фух, успел поймать, блин. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь около своей деревни жителей номер 13. А если быть точнее, вот тут вот, рядышком, в лесу. В очередной раз решил выбраться на рыбалку с собачкой и с этой дурацкой овцой, которая постоянно ко мне приходит. Взял чайка, ребята, сижу, наслаждаюсь прекрасной погодой и наслаждаюсь спокойствием. Именно его очень долго не хватало в нашей с вами деревне жителей номер 13. Если вдруг кто не смотрел вчерашнюю серию, то я настоятельно рекомендую прямо сейчас зайти на мой канал и посмотреть её. Потому что вчера мы сделали действительно очень много полезных дел. Например, раздали каждому жителю по 10 стаков изумрудов. Это очень и очень важное событие для нашей деревни. Да, кстати, ребята, это очень важный огонёк на ваших экранах. А именно три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции я хочу вам напомнить, что попасть в завтрашний ролик очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под это видео и написать любой интересный комментарий. И я думаю, что теперь в деревню действительно пора возвращаться. Поднимаем своего Альфредика. Да, именно так зовут мою собачку. Кто помнит, става лайк. И бежим прямо сейчас в сторону деревушки. Наконец-то я сюда вернусь. С самого утра, наверное, меня здесь не было, потому что проснулся я действительно очень и очень рано. Если мне не изменяет память, наверное, около 5-6 утра. Пошёл, ребята, сразу к воде, взял с собой кружечку горячего напитка и наловил много вкуснейшей рыбы. Сейчас вернусь домой. Приготовлю лосось, треску, позавтракую вкусненькое. Только разобраться нужно. Какой дурачок сюда блоки железные поставил. Непонятно с какой целью. Причём во всех домиках. Так, посмотрите. В этом домике то же самое. И в том. И вон в том, кстати, тоже. Жителям опять что-то в голову взбрендило, блин. Зачем они деревню уродуют? Вот этого я и боялся. У них появилось огромное количество денег. И теперь они, ребята, будут засовывать их в разные непонятные места. О, тут ещё и какую-то машину привезли. Наверняка дорогих продуктов заказали. Жители, вам деньги некуда деть? Я же просил, распоряжайтесь ими с умом. Ну так всё правильно. Мы с умом и распоряжаемся. Ты посмотри в сундуки. Да с большим удовольствием. Посмотрю, что вы там такого интересного понакупали. Железные прутья, лава, инструменты, железные блоки. Вы чё, тюрьму что ли хотите построить? Да какую тюрьму, Пиксель? Мы деревню хотим защитить. Опять нападение. Жители, ну это уже даже не смешно. Честное слово. Какое ещё нападение? Кого? Собачек что ли? Да каких собачек, Пиксель, предателей, самых настоящих? У нас появилась информация, что сегодня, буквально через несколько часов, они огромной просто оравой хотят напасть на нашу прекрасную деревню. Ой, жители, я вообще не понимаю, откуда вы постоянно берёте эту информацию? Кто вам такую ерунду сказал? Ну для чего им нападать? Уже и так всё понятно. Я до последнего надеялся, что это приключение дурацкое наконец-то закончилось. Предателей давненько на горизонте не видно. Все изумруды в деревне. Что ещё-то нужно? Ничего не понимаю, блин. Вот именно, Пиксель. Все изумруды в деревне. Они хотят их похитить, понимаешь? И вернуть своё награбленное. А, в этом смысле. Слушайте, ну вот здесь, ребята, если честно, действительно есть правда. Сами подумайте. Если мы вернули все изумруды, они действительно будут очень яростными и захотят их вернуть. Это довольно-таки логично. В таком случае я понимаю, для чего они всё это дело заказали. И понятно, откуда у них деньги на всё это. Потому что сами должны понимать, железные блоки довольно-таки недешёвые. А тут, извините меня, стакав 10, не меньше. Жители, подождите. Так, а почему вы тогда так медленно это всё дело улучшаете? Может, вам помощь какая-то нужна? Хорошо, что я собачку с собой взял. Да мы не понимаем, как это правильно делать. Мы вот всего заказали на этом сайте дурацком. Прутья, железные блоки и так далее. Если ты нам поможешь, будем очень благодарны. Да, конечно, помогу. Куда я денусь? В очередной раз буду брать всё дело в свои руки. Мы сейчас с ребятами быстренько за 10-15 минут все эти вопросы решим. Ладно, ребята, в очередной раз будем укреплять нашу с вами деревню. Лава, конечно, я не знаю, для каких целей нужна. Но вот инструменты, меч, конечно же, я с собой возьму. Не совсем понятно, для чего они заказали столько лопат и мечей, если не заказали ни единого топора. Но с другой стороны, ребята, ладно, он есть у меня вот в этой вот небольшой тумбочке. Здесь всегда много чего полезного. И, кстати, свой сейф я вернул на законное место. Поэтому, как вы понимаете, любой предатель, который сюда сегодня придёт, осмелится, я бы даже сказал, зайти своей ногой на территорию нашей деревни, очень сильно об этом пожалеет. И они, кстати, как-то очень странно начали укреплять дома. Вы посмотрите, здесь пару блоков кинули, там несколько блоков. И самое интересное, что даже единого блока не кинули на мой домик. Ладно, с другой стороны, это и правильно. Мой дом, ребята, ещё и не такие события переживал. Поэтому поначалу лучше укрепить действительно домики, в которых живут жители. Потому что я-то в любом случае смогу спрятаться. Вы это прекрасно понимаете. А вот жители в этом плане немного тупее. Как бы это грубо сейчас не звучало. На эти деньги, которые они потратили на укрепление деревни, лучше бы они уехали куда подальше. А я бы в очередной раз всё сам решил. Вот же, блин. А потому что деревню восстановить можно. А вот, знаете, психику жителей будет восстановить довольно-таки проблемно. Ладно, ребята, что сделано, то сделано. Мы должны быстренько всё это дело укрепить, усовершенствовать. И сделать это за наименьший промежуток времени. Поэтому, дабы ускорить этот процесс, ребята, мне всё-таки придётся на неопределённый промежуток времени отложить камеру в сторону. Сами должны понимать. В деревне очень много домиков, которые необходимо защитить. И всё-таки я попрошу жителей немного мне помочь. Потому что неизвестно, через сколько это нападение начнётся. Хотя, с другой стороны, я почему-то очень сомневаюсь, что это нападение состоится. Не знаю, ребята, моё внутреннее чутьё показывает мне, что всё сегодня будет хорошо. И мы просто зря переживаем. И выбрасываю последние бесполезные блоки. Снова всем привет, ребята. Рад, что вы никуда не ушли за эти несколько секунд. И за это время деревня успела преобразиться. Потому что, извините меня, прошло около двух часов реального времени. Жители делали всё очень криво, всё очень долго. И мне пришлось всё просто-напросто переделывать. И силы, ребята, заменить все стеклянные панели на железные прутья у меня просто-напросто нету. И опять же, ребята, знаете, что меня больше всего расстраивает в этой ситуации? Что за это время ни единого намёка на то самое нападение, о котором все жители мне так уверенно рассказывали, не было. Ни единого, ребята, ни малейшего. А это значит только одно. Где-то день, ну максимум два, вся эта защищённая деревня простоит. И нам её придётся снова разбирать, снова добывать булыжник, снова добывать доски, снова всё восстанавливать, снова тратить кучу времени. В общем-то, вы и так всё поняли. И, само собой, меня такая перспектива не радует. Но что поделать, чего не сделаешь ради безопасности и ради, самое главное, спокойствия жителей своей родной деревни. Непонятно, откуда они эту информацию постоянно берут, кто им это в уши заливает, ребята, не знаю. Но самое главное, что теперь, как вы видите, всё спокойно. Все жители передвигаются по улице, всё нормально, жизнь идёт своим чередом. И это, ребята, значит только одно. Я, наконец-то, могу добраться до своего родного домика и приготовить ту самую рыбу, которую сделал ещё в самом начале видео. Ну как сделал? Я так сказал, как будто бы я её скрафтил, ребята. Словил! Конечно же, словил ту самую рыбку. Приготовлю, сделаю её вкусную в духовке. Конечно, всё здесь очень непривычно, и мне ещё необходимо будет поменять этот дурацкий люк. Благо, делается это очень быстро и удобно. И, как я понимаю, после этого долгожданного приёма пищи, мне всё-таки нужно будет сходить в лес, ребята, и добыть немного досок. Потому что по этому дурацкому железному полу я просто... ...напросто не могу передвигаться! Я окаменел буквально на секунду, подождите. Ё-моё, где моё оружие? Жители были правы. Нападение, вот они, проникли в мою деревню. Так, а ну-ка, ну-ка стоять! Почему не нападают на меня? Носатые, вы откуда тут взялись, блин? Пиксель, Пиксель, спокойно, спокойно. Да, мы предатели, мы этого не отрицаем. Но мы пришли поговорить с тобой, нам помощь твоя нужна. Вы вообще слышите это? На секундочку вдумайтесь. И вы в том числе, какая нафиг помощь? Я вообще не понимаю, почему я с вами разговариваю? Что мне мешает прямо сейчас вот взять и сделать то, что должен? Да потому что это не нападение никакое. Жители тебе ерунду говорят. Мы на самом деле сбежать, сбежать хотим. Сбежать в вашу деревню. Как, куда, куда сбежать? Причём тут вообще наша деревня? Как вы вообще, блин, тут появились? Подождите-ка секундочку. Подкоп какой-то. Ё-моё, тоннели тут начали рыть. То есть это значит только одно, ребята. Сегодня предатели огромной своей толпой пробрались ко мне в деревню. В обход вообще всей защите. И вот эти дурацкие железные дома ни к чему хорошему вообще сейчас не приведут. Только я реально не понимаю, почему они никакой агрессии сейчас не проявляют. Я-то думал, тут сейчас реально какой-то ужас начнётся. Но слушайте, ребят, с другой стороны, может быть, действительно имеет смысл с ними поговорить, потому что никакой агрессии они к нам сейчас не проявляют. Может, у них действительно что-то важное. Мы же, ребята, люди, в конце концов. Не можем же мы просто так бросаться, не пойми на кого. Хорошо, жители, я действительно готов вас выслушать. Только для начала объясните, зачем вы ко мне в деревню пришли и почему вы вроде как с миром, хотя раньше такого не было. И само собой нас это с подписчиками, мягко говоря, удивляет. Конечно, мы тебе всё расскажем. Самое главное, выслушай и доверься нам. Я понимаю, что после того, что произошло, это будет сделать довольно-таки трудно. Мэр сбежал из Майнкрафта. Он вообще не заходит в сеть уже несколько дней. Все изумруды у тебя. Он нас предал. Подождите, что-то я ничего не понимаю. Мэр вас предал, да, хорошо. А я-то здесь при чём? Начнём с того, что изначально предали вы нашу деревню и меня в том числе. А теперь вы вот так вот просто, как ни в чём не бывало, возвращаетесь в мою деревню и просите какой-то помощи. Что-то я ничего не понимаю. Да, Пиксель, мы понимаем, что это неправильно. И мы понимаем, что, скорее всего, ты нас пошлёшь куда подальше и будешь прав. Но мы решили попробовать. Нам нет где жить. Нам нечего делать. Нам нечего зарабатывать. Я, конечно, сейчас просто в шоке. Во-первых, потому что нападение всё-таки состоялось. Если его можно, конечно, так назвать. И жители моей деревни были правы. Во-вторых, нападение без какой-либо агрессии. Они просто пробрались ко мне в деревню и просят какой-то помощи. Ну и в-третьих, это, конечно, просьба о помощи от предателей. Это на самом деле удивительно. Да ничего бы там удивительного нет. Мы тебе всё расскажем. Главное, посели нас у себя, пожалуйста. Всё это звучит довольно-таки странно и выглядит ровно так же. Я думаю, вы и сами это понимаете. Потому что эта история длилась целых три месяца. И после неё вот так вот просто предатели вваливаются ко мне в деревню и просят о помощи. И более того, вернутся в деревню. Никакого доверия к этой шайке предателей у меня, естественно, нету. Но в любом случае, чисто по-человечески, знаете, мне их немного, но всё-таки жалко. И без вашей помощи я здесь, конечно же, как обычно, не обойдусь. Прямо сейчас опускайтесь под это видео и пишите в комментариях, как вы считаете, нужно принимать их в деревню, помогать им или нет. Это действительно очень важно. А также не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока. До новых серий.